Майкл Карпентер был обманут ложными новостями по поводу так называемой блокады и гуманитарной ситуации не до Азербайджана, возле сожаления по поводу предвзятой позиции представителя США в ОБСЕ. Представители гражданского общества Азербайджана продолжают акцию на дороге Ханкян-де-Лачин в знак протеста против разграбления природных ресурсов Карабаха. Наряду с этим по Лачинской дороге беспрепятственно передвигаются автомобили гражданского и гуманитарного назначения. Красная черта перейдена. Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное табу, отправив в Украине боевые машины пехоты западного производства, считает обозреватель издания «Детелеграф». МИД Азербайджана прокомментировал обеспокоенность США по поводу того, что Азербайджан якобы блокирует азербайджанскую дорогу Лачин-Ханкян-де. Как ранее заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер в своей публикации в Твиттер, США по-прежнему обеспокоены тем, что Лачинская дорога якобы заблокирована более трех недель, создавая серьезную гуманитарную ситуацию. «Мы благодарим Международный комитет Красного Креста за оказанную критически важную помощь в течение этого времени, но призываем Азербайджан и Россию немедленно восстановить доступ», добавил он. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхангаджизаде ответил Карпентеру прискорбанно, что посол введен в заблуждение ложными рассказами о так называемой блокаде и гуманитарной ситуации, в то же время спрашивая посла, почему можно использовать дорогу для всевозможных незаконных действий, но протестовать против этого неуместно. Он также отметил, что если бы дорога Лачин-Ханкян-де была закрыта, то ни одно транспортное средство не проехало бы по ней. При этом только вчера по дороге Лачин-Ханкян-де проехало более 20 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам. Ранее армянские СМИ распространяли ложные новости о том, что азербайджанцы якобы перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают автомобили. Мирная экоакция, организованная на дороге Ханкян-де-Лачин, продолжается уже 27-й день. На связи с нашей студией наш коллега Шамистан Мамедов. Он находится на месте событий. Шамистан, добрый день. Какова ситуация сейчас на месте проведения акции? Добрый день, Олег. Да, буквально три минуты назад по этому участке дороги Ханкян-де-Лачин проехали четыре автомобиля Международного комитета Красного Креста. Еще в 8 утра эти четыре автомобиля проехали со стороны азербайджанского города Ханкян-де в сторону Лачина. Оттуда, скорее всего, в Армению. Была обнародована информация, что в этих автомобилях перевозили три пациента. Среди них есть и ребенок. И, как мы видим, сейчас акция участников, акция азербайджанских экоактивистов продолжается. В целом, за день этим участком дороги воспользовались 18 транспортных средств. И среди них как машины российского миротворческого контингента, так и автомобили Международного комитета Красного Креста. Когда они подъезжают к этому участку дороги, мирные протестующие освобождают проезжую часть, для того, чтобы не было никаких препятствий для перевозки груза гуманитарного назначения и, в целом, для использования этой дороги в гуманитарных целях. Я напомню именно о целях этой акции. Она продолжается уже 27-й день. И главное требование азербайджанских экоактивистов – это обеспечить условия для проведения мониторинга азербайджанских специалистов на месторождениях Карабахи. Я отмечу, что армянская сторона 30 лет незаконно использовала как золотоносный, так и медно-молебденовый комбинат в Карабахе. И это продолжалось и после подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года. И вот сейчас митингующие требуют того, чтобы наши специалисты были допущены до этих территорий. Я отмечу, что их требование состоит не только в том, чтобы был проведен мониторинг, они также требуют того, чтобы был оценен ущерб, нанесенный Азербайджану, как экономический, так и ущерб, нанесенный экологией региона. И в последующем, то есть уже потом была ликвидирована, были устранены те последствия экологического террора, который совершила армянская сторона на азербайджанских территориях. Я подчеркну, что акция не останавливается ни на минуту, она продолжается и в ночное время. И здесь начинается акция постоянно в 8 часов утра с исполнения гимна Азербайджанской республики. Мы здесь наблюдаем сплоченность и солидарность среди азербайджанских экоактивистов. Здесь также есть представители различных НПО. Помимо этого, хотелось бы также отметить, что на территории проведения акции действуют временные медицинские пункты. Мы сегодня поговорили с врачами, которые оказывают помощь как участникам акции. И эти врачи отметили, что они готовы помочь любому, кто нуждается в медицинской помощи. Давайте же послушаем, что нам рассказали врачи. Мы с первого дня акции здесь находимся в медицинском пункте и помогаем участникам акции со проблемами здоровья. В основном мы помогаем с профилактической точки зрения. Потом, если понадобится, отправляем стационар в модул, который находится поблизости. Здесь мы врачи, волонтеры, помогаем всем людям, готовы помочь с проблемами здоровья. Шамистан, да, мы послушали, что говорят врачи. Да. Да, Олег, действительно, я присоединяюсь к словам врача. Здесь также экоактивисты, готовые оказать любую гуманитарную помощь при необходимости. Что касается самой акции, то я скажу, что участники постоянно проводят здесь различные флешмобы. Уже мы неоднократно говорили о флешмобе, когда из свечей была выстроена надпись «Стоп экоцит», «Стоп эко террор». А также были и другие флешмобы, когда из кубиков Рубика собрали мозаичную композицию с экологическим призывом. Я вновь подчеркну, что акция будет продолжаться до тех пор, пока условия, выдвинутые Азербайджаном, не будут выполнены. А это обеспечение условий для проведения мониторинга на азербайджанских территориях, где временно дислоцированный российский миротворческий контингент. Также хочу отметить об экологическом уроне, который был нанесен нашей стране. Эксплуатация этих месторождений, в частности, медно-малибденового комбината «Демерли», она привела к созданию огромных загрязненных хвостохранилищ, которые требуют длительного времени для очистки этих территорий. А также для того, чтобы очистить эти территории от опасных веществ, нужно использовать специальные методы, специальные средства. И вся эта деятельность, как армянских компаний, так и ряда международных компаний, осуществлялась незаконно и хищническими методами, поэтому это нанесло серьезный урон окружающей среде. Только эксплуатация медно-малибденового комбината «Демерли», за 10 лет эксплуатации этого комбината, в окружающую среду было выброшено более 4 миллионов тонн опасных веществ, отходов. И все это требует очистки. И мы надеемся, что скоро все-таки будут созданы условия для проведения мониторинга. И я, в свою очередь, снова напомню, что никакой блокады этой дороги нет и не может быть. Все эти сказки сочиняет армянская сторона, и для перевозки грузов гуманитарного назначения и, в принципе, машин снабжения российских миротворцев не создаются никакие препятствия. Олег? Большое спасибо, Шамистан. Шамистан Мамедов, наш коллега, был на прямой связи с нашей студией, с того участка дороги Ханки-Анделачен, где уже 27-й день продолжается экоакция, организованная азербайджанскими экоактивистами, представителями неправительственных организаций. С началом Нового года в Азербайджане начался очередной этап социальных реформ. Президент Ильхам Алиев 5 января подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения. На прямой связи с нашей студией наш гость Ильгар Велизаде, политический обозреватель, кандидат экономических наук. Здравствуйте, добрый день, Ильгар Малим. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Ильгар Малим, итак, распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения. Это и увеличение минимальной заработной платы, и увеличение базовой части пенсии. В целом, скольких людей коснется это повышение минимальной заработной платы, и в целых эти меры, в чем они состоят? Ну, это существенная часть трудоспособного населения, конечно, коснется примерно больше трети. И надо сказать, что если принимать во внимание членов их семей, то это значительная, конечно, часть населения страны. Эти меры, они вызваны, конечно, теми процессами, которые происходят сегодня и в нашей экономике, и вообще в мировой экономике. Мы живем не без отрыва от тех процессов, которые происходят в международной, в мировой экономике. Очень сложные, даже критические их можно назвать. И, естественно, действия правительства направлены на снижение негативного эффекта от последствий мирового экономического кризиса, который все еще продолжается, к сожалению. Мы видим, что в целом ряде стран, да и в нашей стране, невозможно, мы не находимся в изолированном положении. Конечно, существует потребительская инфляция, она измеряется двухзначными цифрами, к сожалению. И для того, чтобы, скажем, снизить негативный эффект от этого положения, конечно, правительство предпринимает соответствующие меры. Это традиционная, надо сказать, линия поведения правительства. И в прежние годы производились, своевременно производились индексации и пенсии, и заработных плат, и пособий. И вот эта политика продолжается. И она продолжается, надо сказать, вкупе с другими мерами. Это повышение меры, направленные на повышение деловой активности, мерами, способствующими, скажем так, развитию малого и среднего предпринимательства, стимулирующей занятость населения. То есть это комплексная программа, которая дает существенные результаты. Игорь Мерман, вот вы затронули очень важную тему в плане того, что вот эти меры, они, грубо говоря, призваны компенсировать те инфляционные процессы, которые идут. И которые не зависят от политики правительства. Потому что мы обсуждали некоторое время назад, если вы помните, зерновой кризис, цены на зерно, на пшеницу, которые возрастали в связи с определенными процессами, политическими в том числе, которые происходили в мире. И, соответственно, росли цены, и мы не в закрытой экосистеме действуем, и так или иначе зависим от тех процессов, которые происходят в мире. Вот насколько можно, в принципе, вообще подстраховаться от таких процессов и событий? Или это невозможно, и тут надо действовать уже по, так сказать, ситуации? Абсолютно правильно. Я думаю, что мы должны, что называется, смотреть правде в глаза. Конечно, полностью подстраховаться от этих процессов невозможно. Азербайджан все-таки небольшая страна, и экономические возможности наши в определенной степени ограничены. Но у нас есть соответствующие рычаги, которые мы сегодня максимально используем. Но посмотрите, если брать прогнозы специалистов, то давайте прямо скажем, что они достаточно неутешительны на этот год. Рост мировой экономики прогнозируется на 2,2%. В прошлом году, тоже не самый удачный год с точки зрения мировой экономики, рост был зафиксирован на 3%. А предыдущий постковидный год, 2021, рост был на 6%. То есть в два раза упала экономика, мировая экономика, темпы роста мировой экономики. В прошлом году, в этом году ожидается еще снижение на 2,2%. Предпринимаемое различными государствами, крупными государствами, крупными экономиками действия по стабилизации экономического положения в их странах, в частности, повышение учетных ставок, сокращение потребительской активности, приводит фактически к замедлению темпов роста, стабилизации экономической. Это причем наблюдается в крупнейших экономиках. Конечно, это действует на мировой рынок, это действует на нас соответствующим образом. Но что делает, кстати говоря, вот вы правильные тренды отметили, очень негативные, на продовольственном рынке. Речь идет не только о продовольственной пшенице, но о маслах, о других сельскохозяйственных продуктах, часть которых мы импортируем в силу различных причин. Ну, посмотрите, да, азербайджанское правительство предпринимает максимум возможных действий для того, чтобы снизить зависимость от импорта продукции, в частности, продовольственной продукции. В прошлом году президент нашей страны открыл такое крупное предприятие по производству оливковых мастер. Вот мы видели, это достаточно серьезные объемы производства оливкового масла, и они предназначены не только для внутреннего употребления, но и на экспорт. Кроме того, за счет, скажем так, восстановления, скажем, сельскохозяйственного фонда в Карабахе, мы намереваемся увеличить выпуск продовольственной пшеницы. Для этого привлекаются международные наши партнеры, технологии, передовые технологии. Определенная работа проводится и в других направлениях, в частности, сельскохозяйственного производства, агропромышленного сектора. Недавно, накануне, президент нашей страны принимал участие в открытии важного центра по малому и среднему предпринимательству, КОБИА. И вот в течение прошлого года был открыт целый ряд таких важных экспортоориентированных, и в том числе предприятий рассчитанных на удовлетворение внутреннего спроса вот именно в сельскохозяйственном производстве. Конечно, мы также являемся активным участником цепочки поставок. Почему? Потому что здесь реализуются важные транспортные проекты. А это нам позволяет оптимизировать вот эти цепочки поставок, доставлять продукции на азербайджанский рынок по релевантной цене, поскольку наши транспортные возможности, коммуникационные возможности это позволяют сделать. Мы в прошлом году и в течение предыдущих лет активно налаживали связь с нашими дружественными странами, партнерскими организациями или странами. В частности, в прошлом году состоялось очень много знаковых визитов президента нашей страны, и во всех, в рамках всех этих визитов, если вы обратите внимание, были проведены крупные бизнес-форумы, подписаны инвестиционные проекты. Все это направлено на, скажем так, оптимизацию внутреннего рынка, на создание экспортоориентированных производств, на повышение потенциала национальной экономики. Очень много стимулирующих мер было в прошлом году, было принято. В частности, хотелось бы обратить внимание на очень важные действия в области налоговой политики, в области таможенной политики. Были произведены очень серьезные кадровые изменения в таможенном комитете. Речь не только о кадровых изменениях, ведь речь идет о принципе функционирования вот этого важного для нас, скажем, органа исполнительной власти, который, то есть его деятельность стимулирует развитие и внутреннего предпринимательства, и как раз таки стимулирует, скажем, повышение экономического потенциала страны. То есть вот все это вкупе, я думаю, что эти процессы, конечно, продолжатся и в этом году, потому что меняется, мир меняется, экономики, мировая экономика меняется, необходимо действовать решительно, гибко очень в этой ситуации, надо чутко реагировать на эти изменения, и я думаю, что вот эти процессы продолжатся в этом году. Я благодарю вас, Ильгар Мяленд, за ваш комментарий. До свидания. Вам спасибо. И напомню, на прямой связи с нашей студией был Ильгар Велизаде, политический обозреватель, кандидат экономических наук. Продолжаем выпуск. Министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными организациями подписан план совместных мероприятий на 2023 год по борьбе с религиозным радикализмом в Азербайджанской армии. В соответствии с документом определены места, даты и лица, ответственные за проведение мероприятий в видах войск, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны. На встречах, которые будут организованы в течение 2023 года, предусмотрены мероприятия, посвященные идее азербайджанства, сохранению и развитию национально-духовных и культурных ценностей, борьбе с радикальными религиозными течениями и экстремистом, с сотрудничеством между культурами, цивилизациями и конфессиями и другим темам. Сотрудники Губадлинского районного отделения полиции обнаружили боеприпасы на территории района. Об этом сообщили в Бординской региональной группе при службе МВД Азербайджана. Боеприпасы были обнаружены на заброшенных военных позициях, оставленных при отступлении в ходе Второй Карабахской войны армянскими вооруженными формированиями. Обнаруженные боеприпасы переданы по назначению. Это 8 противотанковых управляемых ракетных систем, 5 гранатометов, 35 гранат, 66 различных видов снарядов. По итогам 2022 года президента Турции Раджа Патайпа Эрдогана сочли одним из самых успешных политиков в мире. Позиция практически без альтернативного посредника в украинском конфликте принесла Турции политические и экономические дивиденды. В течение минувших 12 месяцев турецкий лидер предпринял ряд успешных политических шагов, что укрепило позиции Эрдогана на международной арене. Президента Турции Раджа Патайпа Эрдогана можно назвать самым успешным мировым политиком по итогам 2022 года. Украинский конфликт, новый газовый хаб, заключение зерновой сделки в Стамбуле и новый рычаг давления на НАТО. После того, как Швеция и Финляндия пожелали присоединиться к альянсу, во всех этих аспектах турецкий лидер проявил себя в качестве мудрого и дальновидного политика. Сенат Пакистана выдвинул кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию украинского кризиса. Такое же предложение ранее инициировал спикер парламента Турции Мустафа Шенток. Эрдогану турецкой дипломатии за 2022 год удалось практически невозможное. Сегодня президент Турции Роджептей Эрдоган считается одним из самых успешных и самых долгоиграющих, если хотите, политиков Европы, мира, одних самых самых опытных политических деятелей. В очень сложных геополитических условиях президенту Турции удалось сохранить не только внутриполитическую стабильность, но и обеспечить прогнозируемость процессов, которые происходят в регионе. Именно Реджепт Айбердоган с самого начала войны в Украине предпринимал больше всех усилий для дипломатического урегулирования этого конфликта. Он сыграл значимую роль в организации проведения нескольких раундов переговоров между Россией и Украиной. Неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс. Этой позиции президент Турции продолжает придерживаться и сегодня. Каким бы в итоге ни оказалось урегулирование российско-украинского конфликта, участие в его выработке гарантирует турецкому лидеру высокие позиции в послевоенных раскладах, укрепит его репутацию и влияние в регионе и даже позволит претендовать на роль главного посредника между Россией и Западом, отмечают специалисты. Турция играет очень важную роль и в нормализации ситуации вокруг Украины. Последние инициативы главы турецкого государства, а также его настойчивое стремление усадить воюющей стороны за стол переговоров. Конечно, снискали ему уважение не только в Турции, но и далеко за ее пределами. Эрдоган приложил большие усилия для достижения мира между Россией и Украиной. В результате сегодня президент России Путин и президент Украины Зеленский видят в Эрдогане главного актора и посредника мира, что также укрепляет его позиции в мировом сообществе. Еще одним достижением Эрдогана является заключение в Стамбуле так называемой зерновой сделки. Соглашение о вывесе зерна из Украины было подписано в июле 2022 года во дворце Долмабахче в присутствии президента Турции и генерального секретаря ООН. После заключения соглашения Путин лично поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах и сделал это еще раз на встрече с турецким президентом, которая прошла в Сочи 5 августа того же года. Посредничество позволяет Турции не разрывать связи ни с одной из сторон, а также участвовать в решении важнейших вопросов войны и мира. При непосредственном участии президента Турции была достигнута очень важная зерновая сделка, позволившая, ну скажем, в значительной степени снизить негативный эффект от блокады украинских морских портов и от фактически прекращения поставок на внешний рынок украинского зерна. И прежде всего этот эффект положительно сказался на беднейших государствах Африки, Ближнего Востока, которые испытывали и сейчас испытывают достаточно серьезные проблемы с обеспечением продовольственной пшеницы. Ему удалось реализовать различные проекты совместно с Россией. Это прежде всего зерновая сделка. Действительно очень сложный вопрос, но ему при помощи своего ума и влияния удалось договориться и с Украиной, то есть с западными странами, и с Россией об экспорте зерна. Одним из главных успехов президента Турции также является создание нового газового хаба. Для Ардугана, который ведет весьма продуманную политику, это еще один шанс усилить позиции своей страны. Располагая мощным газовым хабом, Турция через 3-4 года может стать основным поставщиком энергоресурсов в Европу. Ардуган уже подготовил планы создания хаба, который, по его словам, сделает Турцию одним из мировых центров ценообразования на газ. Именно непосредственное участие турецкого президента в реализации целого ряда новых энергетических проектов позволило снизить нагрузку на энергосистему для стран Балканского полуострова, Южной Европы. Его инициатива по созданию газового хаба в регионе также направлена на решение острых энергетических проблем европейского континента. Строительство между Россией и Турцией газового хаба позволит России продавать газ Турции, а Турции уже перепродавать этот газ странам Европы или другим странам, которые в этом нуждаются. То есть, получается, это уже станет турецкий газ. Как отмечают аналитики, Реджеп Тайб Ардуган продвигает идею сильной Турции, консолидированной и способной к независимым шагам на мировой арене. Кроме того, позиция Ардугана на международной арене делает предстоящие выборы президента в Турции судьбоносными для мировой политики. Выбор граждан этой страны может повлиять не только на дальнейшее развитие украинского кризиса, но и на положение НАТО, возможности России по обходу санкций и, безусловно, ситуацию на Ближнем Востоке. Нармила Ханбабаева, CBC. Между тем, ситуация в Иране продолжает оставаться в центре внимания средств массовой информации. В стране продолжаются казни граждан Ирана, которые обвиняются в участии в акциях протеста. На прямой связи с нашей студией наш гость Гадыр Аслан, председатель общественного объединения «Содействие развитию Азербайджана-Израильских культурных связей». Здравствуйте, Гадыр Малем. Здравствуйте, добрый день. Приветствую вас и ваших многоуважаемых зрителей. Большое спасибо вам за то, что подключились к нашему эфиру. Гадыр Бай, ну вот в целом ситуация в Иране сейчас далека от того, чтобы называться стабильной. Тем не менее, вот эта страна, которая не может добиться стабилизации обстановки у себя, внутри собственных границ, тем не менее, всячески пытается давать советы своим соседям, в частности, Азербайджану, о том, с кем общаться, с кем не общаться, с кем развивать отношения, с кем не развивать отношения. Вот как вам кажется, такой неконструктивный подход иранской стороны, где сейчас, напомню, ситуация далека от того, чтобы называться стабильной, где идут жесткие подавления общественных протестов граждан, вот такой неконструктив, к чему он может привести и корни вот этого отношения? В чем они? Ну, сначала, как обычно, я хочу заявить, что статус кво в регионе поменялся во время, после Второй Карабахской войны, Азербайджан стал самым важным и самым сильным военно-политическим актором и субъектом этого региона, и Иран не должен пренебрегать этим фактом. И Азербайджан хочет, мы сначала должны задавать вопрос, что хочет Азербайджан, а потом посмотрим, что хочет Иран. Азербайджан хочет установить мир, стабильность в регионе. Наконец-то, после 30 лет войны, мир и стабильность должен прийти на наш регион. И Азербайджан хочет процветания, прогресс, сотрудничества и содружества между странами региона. Но у Азербайджана есть, я уже подчеркнул, самые сильные вооруженные силы в регионе. Несмотря на этот факт, Азербайджан придерживается принципов международных отношений, правовых отношений. И если даже появится необходимость, я это тоже хочу подчеркнуть, если наш победоносный полководец, верховный главнокомандующий, господин президент Ильхам Алиев, даст приказ, то наши войска тут же, не только этого так называемого Арцаха, но саму Армению перепашут вдоль поперек и выйдут на границу с Турцией. Но Азербайджан этого не хочет. Видимо, Иран не видит наши силы. Иран продолжает то, что заявляется из уст официальных представителей Ирана. Мы считаем, лично, на мой взгляд, является слабоблудием. Никто всерьез не принимает эти заявления. Ни основные мировые игроки, ни Азербайджан не принимает это всерьез. Я это тоже хочу подчеркнуть. А теперь посмотрим, что хочет Иран. Иран хочет рестабилизировать ситуацию. Иран хочет поглотить своим мракобесием весь этот регион. Иран хочет, чтобы тут создался второй Ближний Восток в лице Сирии, Емена и Ирака. И хаос, и вечная война продолжалась. И с этим Иран хочет мутить воду и ловить рыбу, как говорится в простонародье. Но Иран должен учиться у своего брата. У нас же есть такая поговорка. У кого научился нравственности, у брата, которого выкололи глаза. Иран должен, вы, наверное, знаете эту поговорку. Иран должен научиться у своего брата Армении, у которого выкололи глаза. И должен заниматься со своими внутренними проблемами. И мы должны со всеми усилиями. Я должен подчеркнуть, что один из самых главных союзников Израиль, его новый премьер-министр господин Нетаньяху на днях заявил, что Израиль пересмотрит свою внешнюю политику и отношения. На мой взгляд, это означает, что Ирана взяли на карандаш, как говорится. И Азербайджан и его союзники займутся Ираном всерьез. Мы должны, если понадобится, если появится надобность, мы должны сотрудничать даже с самим дьяволом, чтобы свергнуть этот террористический режим, который находится в Тегеране. И что касается этой акции, видеоролик, который Иран и Ксир выкладывали в соцсети буквально на днях, с участием, это акция на берегу Аракса, с участием детей. Наверное, вы помните эту акцию. Это является чистейшим образом профанацией и еще грубейшим нарушением ребенок и детских прав. Согласно конвенции о правах детей, статья 19 гласит о том, что ни в коем случае никакое государство не может использовать, злоупотреблять детей в своих политических и других целях. И эксплуатировать их. И этот факт очередной раз показывает, я уже подчеркнул, террористическую суть Ирана. И мы должны распространить по всем мировым каналам СМИ этот факт и очередной раз показать миру, с кем мы имеем дело, с кем мы соседствуем. И хочу еще один пример привести. В Коране есть такие аяты, которые говорят адубом мубин. Адубом мубин – это явный враг. Иран является адубом мубином для Азербайджана. И есть другое понятие в еврейском языке – хуцпа. Хуцпа – это наглость, бессовестность и дерзость. В чем заключается дерзость, наглость Ирана? Это, с одной стороны, Иран заявляет, что угрожает и прятает оружием, и угрожает Азербайджану. А с другой стороны, заявляет, что является братским народом, братским государством для Азербайджана. Вот это чистой воды является хуцпой. И мы должны, очередной раз я подчеркиваю, мы должны помочь народам, особенно нашим братьям в составе Ирана приобрести свою независимость, в том числе другим народам, и свергнуть этот режим. Ну, права азербайджанцев Ирана всегда были в центре внимания. Что касается права азербайджанцев Ирана, вы, наверное, помните, у Айатолла Ирана был уполномоченный представитель в Баку. Он действовал подрубную, он проводил подрубную деятельность. Некий Оджак Нейджад. А потом азербайджанское государство захватило его за шиворот и выволок за границу. И я предлагаю, чтобы наше государство открыло именно там, на этом месте, центр по поддержке наших прав, наших соотечественников, которые проживают в Иране. Большое спасибо, Гадыр Бай, за ваш комментарий. Благодарю вас. Напомню, на прямой связи с нашей студией был председатель общественного объединения содействия развития Азербайджана и израильских культурных связей Гадыр Аслан. Продолжаем выпуск. Своим решением отправить боевые машины пехоты MX-10RC в Украину президент Франции Эммануэль Макрон перешел красные линии, нарушил военное табу и стал первым западным лидером, который решился на подобный шаг. Такое мнение высказали обозреватели издания The Daily Telegraph Джо Барнс и Ник Гатерич. AMX-10RC – это легкие колесные танки. Они оснащены 105-мм пушкой и пулеметом. Стоят на вооружении французской армии с 1970-х годов. Газета полагает, что это решение Макрона связано с тем, что он не считает возможным договориться с Россией. В статье указывается, что Эммануэль Макрон обошел лидеров США, Великобритании и Германии, которые пока не объявили о решимости поставить в Украину бронетехнику. Он также перехватил инициативу помощи Киеву, которую, как полагает издание, до этого принадлежало Лондону. Ранее, напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунок пообещал, что финансовая помощь Лондона Киеву в текущем году превысит 3 миллиарда долларов, выделенных в 2022 году. Президент США Джо Байден по случаю второй годовщины штурма Капитолия сторонниками бывшего лидера страны Дональда Трампа вручил президентские медали за гражданские заслуги защитникам Конгресса. Во время торжественной церемонии в Белом доме Байден заявил, что произошедшее 6 января 2021 года подпитывалось ложью о президентских выборах 2020 года. Всего почетные награды получили 14 человек. В основном это сотрудники правоохранительных органов. Троим из них награда была вручена посмертно. Произошедшее 6 января 2021 года подпитывалось ложью о президентских выборах 2020 года. Но в этот день, два года назад, наша демократия устояла. Сегодня мы все чествуем выдающуюся группу американцев, которые воплощают в себе все лучшее из того, что было и есть до, во время и после 6 января 2021 года. Впервые за время своего президентства я вручаю президентские медали за гражданские заслуги. Одну из высших гражданских наград нашей страны. США в рамках нового пакета военной помощи предоставит Украине 18 самоходных артиллерийских установок. Об этом заявила на брифинге заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер. По ее словам, это первое предоставление самоходных гаубиц, что обеспечит большую защиту и маневренность, чем поставленные ранее буксируемые гаубицы. США считают, что Украине нужны танки, но Абрамс слишком слажен в эксплуатации, заявила Купер. Также в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву вошли ракеты класса «Земля-воздух» РИМ-7СИСПАРО. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело ограничения в отношении шести представителей руководства и членов Совета директоров компании «Годсавейшн Индэстрис». Эта компания, находящаяся под американскими санкциями, является ключевым производителем иранской оборонной продукции, ответственным за разработку и производство беспилотников. По мнению Вашингтона, Тегеран передавал эти беспилотники России. Кроме того, американские власти ввели ограничительные меры в отношении директора Иранской организации аэрокосмической промышленности, ответственной за контроль над иранской программой производства баллистических ракет. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США, и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Лидер республиканцев в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти избран ее спикером с 15-й попытки. Маккарти получил 216 голосов, чего в данном случае хватило для избрания, поскольку шесть законодателей не поддержали ни одного из кандидатов. Пост спикера палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США. По сведениям СМИ, Маккарти пришлось пойти на ряд уступок, чтобы попытаться убедить конгрессменов одобрить его кандидатуру. Он, в частности, согласился на определенные ограничения, касающиеся сроков и условий его пребывания на посту спикера. Это первые за сто лет случаи, когда выборы спикера палаты представителей не ограничились одним туром. До назначения спикера работа Нижней палаты Конгресса оставалась, по сути, парализованной, так как законодатели не имели возможности принять присягу и перейти к полноценной деятельности. Власти США выделяют Украине очередной пакет военной помощи объемом свыше 3 миллиардов долларов. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жампьер сообщила на регулярном брифинге. По ее словам, различные средства будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона. Сегодня США продемонстрируют свою продолжающуюся неизменную поддержку способности Украины защищать себя, объявив о новом транше военной помощи для Киева объемом свыше 3 миллиардов долларов. Это будет самый крупный из всех выделенных до этого Вашингтоном Украине пакетов помощи. В него, в частности, войдут боевые машины, самоходные гаубицы, бронированные машины с усиленной противоминной защитой, ракеты класса «Земля-воздух», а также другие средства и боеприпасы. Кроме того, США в рамках нового пакета военной помощи предоставят Украине 18 самоходных артиллерийских установок. Об этом заявила на брифинге заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер. Пакет помощи также включает значительные обязательства в сфере артиллерии. Это 18 самоходных артиллерийских установок и артиллерийских снарядов. Это первое предоставление самоходных гаубиц, что обеспечит большую защиту и маневренность, чем поставленные ранее буксируемые гаубицы. По мнению представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, очередной пакет военной помощи напрямую связан с текущим характером боевых действий на Востоке Украины. Вы знаете, что в последние недели мы все были очень сосредоточены на том, что происходит вокруг Херсона. Но боевые действия на Востоке, особенно в районе Донбасса, были особенно жестокими в последние недели. Условия ландшафта на Донбассе хорошо подходят для использования возможностей боевых машин Бредли при маневренных боевых действиях различных родов войск. Так что новый пакет в значительной степени связан с боевыми действиями, которые мы уже видим и которые мы ожидаем увидеть в течение зимних месяцев. Анкара не позволит сформировать у южных границ Турции зону под контрольную террористическим образованием. Будут наноситься удары по боевикам вне зависимости от того, кто поддерживает террористические организации. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Холуси Акар. По его словам, единственной целью для турецкой армии на севере Сирии являются террористы, о чем было четко заявлено и на последней трехсторонней встрече Турция-Россия-Сирия в Москве. Также министр отметил, что Анкара выступает за мир с Дамаском. Мы стремимся обеспечить долгосрочный мир в регионе, устранить угрозу терроризма и не допустить новую волну беженцев. Турция хочет сформировать такие условия, при которых сирийцы оставались бы в своей стране, а не покидали бы ее. Мы выступаем за мирное решение разногласий по Сирии. Министр национальной обороны Турции также привлек внимание к шагам Анкары по приближению мира в Украине. Он отметил также, что с начала августа прошлого года по зерновому коридору из портов Украины было экспортировано около 17 миллионов тонн агропродукции. Мы против превращения Черноморского региона в зону стратегического противостояния. Турция стремится к прекращению огня и долгосрочному миру в Украине. Министр энергетики Турции Фатих Даммас в эфире телеканала Абертурк заявил, что Анкара открывает торговую газовую площадку. Местом торговли будет Турция, здесь же будет формироваться цена на газ. По словам министра, игроками на площадке могут стать Азербайджан, Россия и Иран. Две нитки газопровода «Турецкий поток» введены в эксплуатацию. Одна идет только к нам, другая – в Болгарию. Азербайджан, Россия и Иран могут стать здесь игроками. У нас много терминалов, и мы открываем рынок. Местом торговли будет Турция, и здесь же будет формироваться цена на газ. Мы расположены близко к источникам газа. Будет взиматься плата за обслуживание. Цена на газ будет индексироваться в соответствии со стоимостью на рынках Западной Европы. И это обернется преимуществом для Юго-Восточной Европы. Кроме того, Дом Мес заявил, что инфраструктура для создания в стране газового хаба и торговой площадки для Европы уже готова. Вопросы создания хаба и ценообразования Анкара уже обсуждает с рядом стран. Сейчас мы завершаем разработку дорожной карты. Физическая инфраструктура у нас готова. Последние четыре года мы в Турции управляем торговой газовой платформой для национального рынка. Программное обеспечение и IT-инфраструктура в значительной степени подготовлены. Мы также ведем переговоры с другими странами. А цена образования в соответствии с имеющимися ожиданиями иностранных рынков. О том, что Турция приступила к работам реализации предложенного России проекта газового хаба, стало известно 3 января. По словам Фатиха Дом Меса, предварительные сроки подготовки – год. Министр также заявил, что со временем интерес европейских стран к проекту может возрасти. Бывшие и действующие британские военнослужащие раскритиковали британского принца Гарри за откровение о совершенных им убийствах во время прохождения военной службы в Афганистане. Издание The Times приводит слова полковника Тима Коллинса, который принимал участие в военной операции США и Великобритании в Ираке в 2003 году. Он заявил, что принц Гарри повел себя наивно, решив опубликовать свои воспоминания на этот счет в автобиографической книге «Спэр». Принц Гарри придал доверие армии точно таким же способом, как он придал свою родную семью, заявил Коллинс. Отставной полковник британской армии Ричард Кемп, который командовал войсками в Афганистане, предупредил, что подобные заявления герцога Сасакского могут увеличить риск террористических атак против гражданских лиц и военнослужащих Соединенного Королевства. В книге принц Гарри, который служил в течение 10 лет, в частности рассказал, что убил 25 бойцов движения «Талибан» в Афганистане, где был вторым пилотом-стрелком вертолета «Апачи». Выход книги в свет запланирован на 10 января. Православные отмечают сегодня один из самых главных христианских праздников – Рождество. По этому случаю в ночь с 6 на 7 января во всех православных церквях Азербайджана прошли торжественные богослужения. В ночь с 6 на 7 рождественские богослужения прошли во всех православных церквях Баку. Это один из самых главных христианских праздников, который имеет особое значение для верующих. Для христиан праздник Рождества является одним из самых важнейших праздников и событий мировой истории, потому что в мир родился Спаситель мира, который возвестил благую весть и фактически указал человечеству путь к своему Небесному Отцу. Вы знаете, в рождественскую ночь, как известно, ангелы, пастухам, простым людям, а в их лице и всему человечеству возвестили события рождения Христа посредством такой торжественной песни. Они пели «Слава на небесах Богу, а на земле мир, в людях благоволение». Вот эти слова «Слава на небесах Богу, а на земле мир» являются как бы девизом Рождества. Поэтому Рождество традиционно является праздником мира. Рождественское всеночное обдение начинается ближе к полуночи. Однако, несмотря на позднее время, в церкви Баку минувшей ночью были полны прихожан. Встретить праздник в храме – особая благодать для верующих. Богослужения сопровождаются торжественными песнопениями. Мы стараемся, чтобы этот праздник не прошел мимо никого, в том числе людей нуждающихся. Как известно, многие храмы поддерживают людей бедных, людей немощных, людей, которые находятся в каких-то стесненных жизненных обстоятельствах. Например, с января этого года и наш кафедральный собор также начинает новый проект по помощи бедным людям. Мы будем собирать продуктовые пакеты, пакеты с чем-то необходимым. И надеемся на постоянное основе ежемесячно оказывать помощь тем людям, которые к нам обращаются. Для этого достаточно лишь просто записаться в церкви, оставить свой номер телефона, и мы обозначим день, когда человек может прийти и этот пакет получить. Праздник завершает рождественский пост, который продолжается с конца ноября. Празднования Рождества продолжаются вплоть до 18 января. Еще в преддверии праздника православную общину Азербайджана поздравил президент Ильхам Алиев. Глава государства отметил, что соотечественники-христиане, как и другие национально-религиозные группы Азербайджана, сохраняя свои традиции и обычаи, язык и культуру, активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни по уже сложившейся доброй традиции. Поздравления с Рождеством направили и лидеры религиозных общин, действующих в стране. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с телеканалом Си-Би-Си. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин